Не единожды ездил. И вот однажды, когда я приехал, я привез уже гуманитарный груз. Это была вторая середина марта. Я привез гуманитарный груз, и был район, где мне не разрешалось эвакуировать, а можно было только пакеты с едой закидывать во дворы, где висела белая ткань на воротах. Это частный сектор. Я подъехал на пятачок такой, ну, как бы развилку дорог, поставил машину свою, открыл дверь и начал эти пакеты брать и разносить по улице и закидывать просто через забор. Ну, это где-то часа полтора-два у меня заняло. Сначала у меня пакеты лежали на заднем сидении, потом в багажнике. Когда я вернулся в машину и сел за руль, я тронулся. И, знаете, вот когда ты заходишь в комнату и чувствуешь, что ты в ней не один, вот у меня такое же чувство было. И когда я повернулся назад, я между задним сидением и передним сидением, вот на поликах, на полу, увидел, ну, маленькое такое крохотное тело в какой-то непонятной одежде. И вот то, что меня просто вот пробило, это были глаза этой девочки. Они были настолько замучены. Вот я не видел такие замученные глаза ребенка нигде, никогда. Ни в какой видеохронике. Знаете, они были настолько выплаканы. И она вот этими сухими слезами и таким дрожащим голосом просто попросила меня, сказав, спасите меня, пожалуйста. Я понимал, что что-то страшное произошло, что я сейчас подвергаю опасности ее и себя. Но это был ребенок. Мы правдами-неправдами выехали с оккупированной территории. Я вообще считаю, что это просто какое-то божье проведение, потому что очень много блокпостов и передвижных нарядов ездит. Мы выехали. И вот от первого украинского поста после оккупированной территории до Киева более ста блокпостов было. И там были большие очереди. Это занимало 3,5-4 часа. И вот она мне на телефон рассказала всю эту историю. Как она вышла с мамой из Бучи, чтобы проведать бабушку в Ворзеле. Ворзель-Буча это практически одна территория. Там они уже срослись. Это не так далеко. И их забрали русские вместе с мамой. Они привезли их в Ворзель, в подвал. Сначала они их привязали, а ночью напившись они пришли туда. И на глазах у матери насиловали ее дочь. И так было 10 дней. Где-то на пятый день матери прострелили ногу, потому что она кричала. Она кричала даже сквозь завязанный рот. И дочь видела, как умирает мать, истекая кровью. Потом в этом же подвале был убит подросток. Сейчас девочка находится на реабилитации. У нее очень тяжелое состояние психического здоровья. Она никогда не будет мамой. Потому что все детородные органы повреждены. Это тот случай, который я знаю лично. Но по сообщениям официальных источников таких случаев очень много. И у меня просто, знаете, ну вот вопрос к людям, которые сюда пришли в российской военной форме. Неужели их не мама родила? Неужели у них дома детей нет? Понимаете? Я родился в ауле.